На теплосетях областного центра началась опрессовка. В ходе гидравлических испытаний специалисты будут выявлять течи и воздушные пробки в системе теплоснабжения. Подача горячей воды в квартиры Ивановцев прекратилась 10 сентября. Опрессовка проверка плановая. Она проводится два раза в год в начале и по окончанию утопительного сезона. На сегодняшний момент первый этап опрессовки пройден. Первичные испытания тепловые сети выдержали. Есть незначительные повреждения, которые фактически предусматривались. У нас предусмотрено временное устранение этих повреждений. Они будут в нормативные сроки устранены. Общая протяженность тепловых сетей областного центра 150 километров. Для того, чтобы проверить их все, требуется немало времени. В зимний период по теплосетям циркулирует 42 тысячи тонн воды. Такие объемы необходимо держать под надежным контролем. Поэтому перед началом очередного отопительного сезона трубы проверяют особенно тщательно. Сформированы оперативные ремонтные предприятия. Часть оперативных ремонтных предприятий находится в зоне действия, значит, выявленных дефектов. Сейчас готовимся к результату проведения повторных испытаний по результату устранения тщательно. Проверку сетей проводят в два этапа. Сначала в трубу запускают воду под повышенным давлением, потом устраняют выявленные повреждения. Коммунальщики говорят, что в этом сезоне серьезных повреждений не выявлено. Горячая вода появится в квартирах ивановцев уже на следующей неделе. Мы будем выходить с предложением к руководству Ивановского филиала непосредственно к эсхолдингу с предложениями увеличить, еще больше увеличить ремонтную программу и работы по профилактике ремонта тепловых сетей проводить в больших объемах для того, чтобы максимально повысить надежность тепловых сетей. По существующим нормативам отопление подают, если в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает 8 градусов. Начинают отопительный сезон с обогрева детских садов, школ, больниц и поликлиник. А уже потом к теплу подключают жилые дома. По предварительным прогнозам, ивановские школы и детские сады начнут обогревать уже в начале следующей недели. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.